Почта России Вагонов, изготовленных по специальным требованиям заказчика, 26 снабжены помещениями для персонала, а 24 оборудованы исключительно грузовым отсеком. Грузоподъемность вагонов составляет 35 тонн и 25 тонн соответственно. Это на 3 тонны выше, чем у обычных почтовых вагонов. Конструкционная скорость – 160 км в час. Участники пресс-конференции отметили, что такие багажно-почтовые вагоны являются принципиально новой продукцией для Тверского вагоностроительного завода. Вагоны, которые мы сегодня получаем, они гораздо более вместительные. Они, в отличие от предыдущих моделей, срок службы может быть 40 лет, все детали повышенного износа. И, вы знаете, в те сроки, которые мы эти вагоны получаем, говорят о том, что Тверской вагоностроительный завод в очень хорошей форме. Договор на поставку 50 вагонов был подписан между почтовым оператором и Трансмашхолдингом в конце октября текущего года. Средства для обновления подвижного состава Почты России были выделены правительством в рамках государственной поддержки вагоностроительной отрасли. На пресс-конференции присутствовали и официальные лица. Губернатор Тверской области Андрей Шевелев, в частности, отметил старания инженеров завода использовать при работе исключительно отечественные материалы в рамках программы импортозамещения. Эти вагоны полностью наши российские, частично, минимально присутствуют на пассажирских вагонах компоненты импортные. Но самое главное, что инженерная мысль работает и в близкие те сроки, когда мы полностью будем выпускать качественные российские вагоны, сделанные в городе Твери, сделанные в России. Как выяснилось на церемонии, у Почты России и Тверского завода далеко идущие совместные планы поистине трансконтинентального масштаба. Одним из принципиально новых проектов станет тема почтового транзита из Китая в Европу. Мы надеемся, что Тверской вагоностроительный завод предложит варианты подвижного состава, который может соединить Пекин и Франкфурт. Или Пекин и Берлин. В завершение церемонии Андрей Соловей передал Алексею Скатину символический ключ от новых вагонов и подарил специально отпечатанную 3D-модель одного из них. Наши конструктора приступили и делают уже проекты 3D-моделирования, а это 3D-принтер. Да ладно? Да. Спасибо. Спасибо. Так что я могу любую из общей сам сделать. Спасибо.